Привет! Меня зовут Алексей Тестов, я один из разработчиков игры Inmost. Inmost — это пазл-платформер с очень сильным упором на сюжет, который мы начали разрабатывать около трех лет назад. Как многие разработчики, которые здесь присутствуют на конференции, мы начинали во времена, когда флэш расцветал, когда были популярны такие порталы, как Congregate, Armor Games. И мы, собственно, занимались флэшками, сделали достаточно много их. Надо сказать, что в команде нас официально всего двое. Это я и мой напарник Андрей Вичковский. Но если вы посмотрите в титры Inmost, то там очень много людей. И чуть позже я расскажу, как, собственно, так получилось. Во времена флэша мы сделали достаточно много успешных и популярных игр, которые давали нам деньги на существование. Но в то время это было в основном больше как хобби. То есть мы только закончили нашу учебу, могли себе позволить делать какие-то интересные штуки, которые были интересны именно нам. В 2013 году, мне кажется, мы сделали игру Back to Zombieland. Это флэш-раннер, похожий на Burrito Bison, на Jetpack Joyride и на DevGam. Здесь, собственно, не совсем здесь, но на DevGam выиграли Best Indie Game с этой игрой. Но со временем, если ты разработчик игр и занимаешься этим на полный день, ты попадаешь в ситуацию, когда деньги становятся немного важнее иногда, чем творчество. Если у тебя появляется семья, у тебя появляются дети, квартиры, ипотеки. И внезапно оказалось, что у нас не хватает ресурсов для того, чтобы делать то, что мы хотим. И, собственно, мы сделали много-много. Матч-3. Десятки, фактически. Это были неплохие игры. Я люблю рисовать. Я сам аниматор. Собственно, я занимаюсь графикой. И когда мы их делали, мне нравился сам процесс. То есть важно любить то, что ты делаешь. Не обязательно любить конечный продукт, если это, собственно, игры на заказ. Потому что мы делали в основном игры на заказ долго и потратили на это несколько лет нашей жизни. Но, опять же, возвращаясь к денежному вопросу, оказалось в какой-то момент, что зазор, когда у тебя есть свободные деньги, когда ты можешь делать что-то для себя, становится все меньше и меньше. И внезапно я с ужасом увидел, что последние два или три года нашей жизни мы потратили на то, чтобы сделать за два-три месяца новый проект. И ты получаешь деньги только на еще два-три месяца, за которые ты должен сделать еще один проект. Но при этом ты должен искать контракт. Ты, не знаю, не спишь по ночам, нервничаешь. Потому что несколько лет назад, помимо прочего, мы переехали в Вильнюс и открыли там компанию официально. И история совсем изменилась. То есть одно дело, когда ты живешь с родителями, я не знаю, когда тебе есть кому помочь. И совсем другое дело, когда ты живешь в чужой стране и должен платить зарплаты и налоги. То есть если ты перестаешь платить себе зарплату, компания закрывается, и тебя, собственно, выгоняют из страны. Давление было достаточно высоким. Но когда мне было совсем уже грустно, когда депрессия слишком уж накатывалась, я начинал рисовать какие-то вещи чисто для себя. У всех у нас есть какие-то блокнотики, в которые мы делаем заметки с мыслью, что может быть когда-то это станет полноценной игрой, может быть когда-то найдется время, собственно, на это. И я начал делать что-то вот такое. Я люблю анимировать, поэтому изначально стиль был сделан, выбран именно такой, чтобы можно было очень быстро создавать очень-очень много спрайтов. Персонажи маленькие, цветов очень мало. И легко можно сделать в день до сотни спрайтов анимаций. Я потратил достаточно много времени на то, чтобы выбрать именно арт-дирекшн. Я просмотрел много картинок, много экспериментировал. Со временем картинка изменилась. То есть ты, когда начинаешь что-то делать, планка качества может постепенно начать задираться. И это стало выглядеть вот так. Мы продолжали делать, начав делать инмост, мы продолжали делать контрактные матч-три, мы продолжали что-то делать по заказу. По факту мы даже не начали делать инмост. Я сделал просто одну гифку, кинул ее в твиттер, и внезапно твиттер взорвался. Я не занимался твиттером вообще, для меня 10 лайков в твиттере, это было огромным количеством, люди меня заметили. Но я сделал гифку полностью фейковую с геймплеем инмост, когда он выглядел еще примерно вот так. Людям это понравилось. Я заметил, что есть другой путь, не тот, к которым мы идем, что может быть можно делать что-то, что нравится и мне, и это будет нравиться другим людям. Мы получили, я не знаю, больше тысячи, наверное, лайков в твиттере. И более того, мне даже написал один из очень крупных издателей и спросил, ну что, как там у вас? Типа, дайте поиграть. А играть не во что. Нет билда. В тот момент так совпало, что мы получили достаточно крупное количество денег за проект, который так и не состоялся. Я до сих пор не понимаю, почему нам заплатили. Но у нас появилось свободное время. У нас появилось примерно три месяца для того, чтобы потратить их на что-то другое, не то, что мы делаем обычное. Я понял, что не может так дальше продолжаться. Мне надоело делать эти матч-три, маджонги. И стоит все-таки сделать последний рывок. Ровно через три месяца от того момента как раз был девгам, на который мы решили сделать демку. И мы, собственно, закрылись на три месяца в наших квартирах. Мы работаем удаленно, каждый из своей. И практически не вылазивая никуда, стали пилить и пилить эту демку. Мы послали ее на девгам и выиграли там Best Indie Game с призом в 30 тысяч долларов. Это... Спасибо. Это было два года назад в Минске. И у нас появились ресурсы внезапно на то, чтобы попытаться найти издателя. Мы поняли, что мы действительно можем сделать из этой игры что-то стоящее. Наша демка была всего лишь 20-минутным началом игры. В ней не было ничего особенного. В ней не было практически никакого сюжета. Сюжет писал со мной когда-то. Он был как-то в стороне от самой демки. Это была техническая большая вещь. И после конференции мы решили, что сейчас все будет намного легче, что на нас повалятся какие-то предложения от издателей, что мы стали суперизвестны, нас везде все любят и видят. И в какой-то степени это действительно было так. Но, как оказалось, все не бывает так сильно просто. Некоторые издатели, с которыми мы начали общаться, продолжали все так же общаться, не давая нам никакого конкретного контракта. Один из издателей попросил прислать им сюжет, который я написал. Я выслал, они его почитали. И сказали, говорят, ну все отлично, вроде как неплохо, но не могли бы вы его сделать в два раза меньше? То есть, очевидно, это было для того, чтобы уменьшить риски, уменьшить сроки разработки, потому что там предполагалось большое количество катсцен и чего-то такого. Я сказал, ну не знаю, давайте попробуем. Сел, попытался честно его переписать и сделал его в два раза больше. Сказал, извините, ребят, я, пожалуй, не буду с вами сотрудничать. Возможно, мы поищем кого-то еще. И мы снова оказались в ситуации, когда издателя нет, деньги продолжают заканчиваться, то есть мы не получаем новых контрактов, мы полностью посвятили фулл-тайм разработке Inmost. Мы продолжаем ее делать, стараемся улучшить что-то, но пока перспектив никаких нет. И я вижу конкретную дату, когда у нас закончатся деньги, потому что у нас у компании есть burn rate, у нас есть зарплаты, есть налоги, я знаю, сколько я трачу в месяц. Мы платим себе по минимуму. В Литве, где мы живем, есть минимальная зарплата для специалистов из нашей области, меньше которой ты платить не можешь официально. Это нельзя так делать. Мы, тем не менее, платили меньше. У нас накапливался долг компании. К концу разработки Inmost компания должна была нам около 20 тысяч долларов по зарплате. То есть на бумаге все было хорошо, но это, естественно, все было только для того, чтобы сэкономить деньги, потому что деньги – это критически важная вещь, когда нет никакого стороннего дохода и нет издателя. И мы решились на отчаянный шаг. Мы написали примерно 40 издателям и послали наш питч. Мы решили, что, может быть, хоть кто-то из них откликнется и хотя бы таким образом мы найдем финансирование для игры. Нам действительно откликнулось много издателей. Наверное, две трети из этого списка нам ответили. Некоторые ответили буквально сразу, некоторые чуть-чуть попозже, некоторые очень-очень сильно попозже. Перед тем, как делать этот список, я из него выделил для себя 10 имен, которым расставил рейтинги. Мои персональные, то есть насколько мне нравится этот издатель, насколько я его люблю, от 1 до 10. Ну и, естественно, мы ожидали, что будем подписываться с кем-то из этого списка. Но время шло, мы продолжали общаться с издателями, и это все еще вело нас никуда. То есть кто-то готов был предложить деньги, кто-то готов был согласиться на все условия, которые были нам нужны. Мы не ставили никаких заоблачных условий, то есть у нас были очень простые надобности. Некоторых просто заинтересовал проект, они сказали, давайте, может быть, попозже подходите. И прошло три месяца после того, как я отправил этот список, и у нас все еще не было контракта, деньги кончились. То есть мы снова оказались в ситуации, когда мы сидим на чемоданах и готовы уже практически уезжать из страны. Эти чемоданы у меня долго стояли в коридоре, они очень удобно были упакованы, я был готов в любой момент срываться и возвращаться, жить к родителям. Но через три месяца нам ответил издатель, который единственный в этом списке, в рейтинге, единственному я поставил 11 из 10, потому что я большой его фанат. И мы подписались очень быстро. Им понравился проект, они влюбились в игру, они хотели дать нам все необходимое для того, чтобы мы могли закончить его в таком виде, как мы его хотим закончить. То есть без давления, без указания, как это должно выглядеть. То есть нам очень-очень сильно повезло в этом плане. Мы получили все ресурсы, мы поставили себе какие-то сроки, то есть когда мы договаривались с издателем, естественно, мы обсуждали, когда мы закончим игру. Надо сказать, что мы очень много времени уделяли именно планированию разработки, то есть не самому планированию, а учету времени, которое мы тратим. Мы использовали Trello с плагином Trello Plus для того, чтобы менеджить все таски, которые мы делаем, для того, чтобы иметь представление, сколько, какая задача будет занимать. И из этого мы вывели конкретную дату, когда бы мы хотели сделать, собственно, релиз. Но когда у тебя есть ресурсы, ты видишь, что издатель тебя поддерживает в любых начинаниях, хочется, естественно, сделать по максимуму. Поэтому проект начал расти. Мы делали все больше контента, продолжали вставлять его в игру, и мы повезли его на шоукейсы GX. Это было в прошлом году, мне кажется. Но когда мы привезли его на этот шоукейс, оказалось, что билд слишком сырой, мы буквально сидели. Вот, кстати, насчет того, что проект начал расти. И это причем... Это без видео, без футажей. Так выглядит кусочек сцены в Unity. Это я называю платформеры делать просто. Билд был сырой, потому что когда ты делаешь что-то большое, обычно это идет очень разрозненно. То есть мы не старались сделать какой-то законченный продукт вот от начала и до конца. То есть ты делаешь какие-то разные ассеты, собираешь это все вместе, а чаще не собираешь все вместе. То есть у нас было дофига всего готово. Но перед тем, как делать билд, мы начали собирать это все в кучу, и оказалось, что какие-то моменты просто не работают. Что то, что мы вставили, требует какой-то существенной доработки, что это было слишком рано. И мы буквально потратили первые два дня на то, чтобы фиксить баги, которые игроки сразу находили на стенде. Багов было очень много. Андрей сидел буквально рядом с ноутбуком, со стендом, и в режиме реального времени исправлял какие-то косяки, которые я ему тут же отправлял в Телеграме. Я потом пообщался с ребятами, которых тоже издают Чаклфиш, и оказалось, что у всех истории очень похожие. Что когда ты горишь чем-то, когда важен для тебя именно проект, такое случается чаще, чем хотелось бы, что в собранном виде, то есть ты делаешь много контента, а что потом вместе будет непрогнозируемо. Ну это плохая часть разработки на самом деле. Если бы мы уделяли больше времени планированию, я думаю, такое бы не повторялось. И каждый раз с каждым проектом, я уверен, я буду себе говорить, что нет, ну вот в следующий раз, в следующий раз я точно сделаю как-то по-другому. Мы начали чуть-чуть понимать сроки и лучше понимать, что именно мы хотим сделать. И несмотря на то, что мы не объявляли точные даты релиза официально никому, и на самом деле для PC и Switch до сих пор нет точной даты, у нас есть просто год, мы стали думать о том, что возможно этого времени нам недостаточно, возможно нам стоит что-то перенести. И несмотря на то, что издатель никогда не давил на нас и никогда не говорил делать что-то быстрее, мы понимали, что бюджеты не резиновые, и стоит все-таки учитывать объем, который ты хочешь вложить в игру, потому что чем больше ты, очевидно, потратил денег на разработку, тем больше тебе надо получить на релизе, получится ли отбить. Поэтому у игр есть сроки разработки. И каждый раз, когда издатель спрашивал, ну как там продвигается, то есть очевидно они это делали не для того, чтобы, ну что там, давайте побыстрее. Но все равно мы испытывали огромный стресс. Это было очень тяжело. Но забавный момент, когда мы поехали на IGX, мы просто, игра сделана на Unity, к слову. Мы сделали просто для себя мобильный билд, просто потому что могли, просто по фану. Пришли к издателям, говорим, смотрите, оно даже на мобилках работает. Естественно, там кучи твиков нужны для того, чтобы на мобилках это работало нормально и на достойном уровне. Но, то есть куча оптимизаций. Но на каких-то топовых моделях ты можешь легко сбилдить игру, засунуть туда первую сцену и показать просто. Вот, работает. Издатели это запомнили, очевидно. В один момент они спросили нас, а как у вас с мобилками? Хотите ли вы, может быть, что-то сделать в этом направлении? А я не очень люблю мобильные игры. Я не люблю стандартные сторы, потому что для премиум игр, для игр, которые о сюжете, довольно сложно продаться и окупиться вообще где-то в мобилках. Все мы знаем, что там игры немного другого жанра обитают. То есть если делать мобилку, то и игра должна быть другая. Надо думать о том, я к этому подойду, да. Apple Arcade это немножко другая тема. Поэтому я захожу с этой стороны, с мобилок. Но когда издатель нас спросил, что мы думаем о мобилках, мы не знали ничего, собственно, о том, что они имеют в виду. Мы сказали, ну, может быть. То есть не очень бы хотелось выпускаться в сторе, потому что мы не знаем, как это монетизировать. Если продавать это как премиум игру, то чаще всего они не продаются. То есть я уверен, может быть, что-то из их каталога, та же Stardew Valley, чувствует себя отлично. Но Stardew Valley это огромный хит. Нельзя просто выпустить игру первой на мобилке и рассчитывать на то, что она будет прибыльной. То есть можно, но я бы не советовал. Тем временем мы продолжали работать и давление постепенно нарастало, сроков становилось, сроки становились все уже, в семье постоянно были проблемы из-за того, что денег продолжало не хватать, потому что с появлением издателя ничего не изменилось для нас, как для компании. Мы продолжали себе платить минимальную зарплату, но мы продолжали работать так же, как и раньше, даже сильнее, наверное, в пару раз, потому что появилась ответственность. Нельзя было уже больше делать эту игру просто на когда-то закончим, то есть сроки становятся реальными. Парадоксально, что это игра о взаимоотношениях в семье, но я как разработчик потратил очень много времени на то, чтобы не быть со своей семьей. Я сидел, работал дома, моя дочь, которая пять лет сидит рядом со мной, играет. Я не могу с ней поиграть, потому что мне нужно делать игру, в которой одинокая девочка играет, сидит на полу. Понимаете? И это действительно тяжело, когда жена говорит, пойдем, сходим, прогуляемся в парк. Ты же обещал на прошлой неделе, может, хотя бы в эти выходные. Ты говоришь, нет, я делаю фичу. Это очень важная фича. Это гораздо важнее, чем те предыдущие фичи. Я знаю, что я четыре предыдущих раза тоже не пошел с вами в парк. Я знаю, что дальше будет холодно, дальше будет дождь, дальше будет зима, но, может быть, я доделаю эту фичу, и все-таки когда-то потом мы сможем сходить. Однажды, это было поздним вечером, мне написала Донна, это человек, который занимается бизнесом в Чаклфиш, и спросила, что мы думаем об Apple. И тогда уже ситуация стала чуть более конкретная, чем что мы думаем о мобилках в целом. Мы не знали ничего конкретного, что это будет такое, но Apple очень закрытая площадка, у них все под NDA, и сложно о чем-то говорить таком, чтобы не сказать чего-то лишнего. Мы знали только то, что это будет отличаться от того, что есть сейчас, что это новая платформа. То есть я даже не уверен, что вы именно это знали. Но тем не менее, когда речь идет об Apple, то ты понимаешь, что это огромная аудитория, и в любом случае игра будет видима, игра будет известна, скорее всего. Это не дает никаких гарантий того, что игра будет хорошо продаваться, нет никаких гарантий того, что метрики у Steam будут зависеть от Apple, и скорее всего нет. Но ты никогда не знаешь, что именно выстрелит, когда ты занимаешься продвижением игры. Мы не занимались продвижением на самом деле. Хорошая вещь об издателе, то что как разработчик ты можешь посвятить свое время только разработке. Я не люблю заниматься маркетингом. И Apple это отличная платформа для того, чтобы добавить видимости для своей игры. И если разговор начинается о конкретных вещах, то есть что готовы ли вы выпуститься с Apple, то ответ будет да. Потому что Apple, когда предлагает внимание твоей игре конкретно, то есть ты не просто ее закинешь в Store, это абсолютно другое. Если платформа тебе говорит, мы уделим твоей игре внимание, то это важно, то пожалуй на такое стоит соглашаться. Снова, это не гарантия ничего, и мы не знали того, что это будет Apple Arcade. Но мы начали, по крайней мере, работать в эту сторону. Первое время была достаточно большая эйфория. Мы радовались, что игра приобретет видимость. Мы радовались, что, наверное, это будет более успешная история, чем у 90% инди. Потому что надо сказать, что Chucklefish примерно в то время запустили две своих игры, и обе они пошли не очень хорошо. У одной были плохие оценки, у второй было очень мало продаж, и даже большой издатель, даже издатель уровня Chucklefish не дает никаких гарантий. Но была хотя бы надежда. Но когда ты подписываешь контракт с Apple, все становится еще более реальным, еще более жестким. Те усилия, которые мы оказывали для продвижения игры, кстати, я забываю щелкать слайды. Те усилия, которые мы вложили в игру, оказалось, что мы должны вложить еще немного, и что сейчас не совсем достаточно для того, чтобы успеть в сроке сделать то, что было изначально запланировано. Мы нарисовали огромную карту, мы нарисовали кучу NPC, я написал здоровенную историю. И нам назначили конкретный срок. То есть до этого наши сроки все были только от нас. Мы себе поставили дедлайн, которому все же старались следовать как-то очень сильно. Но когда Apple нам поставили сроки, он почти совпал с нашим дедлайном, но оказалось, что все равно сроков у нас чуть-чуть меньше, чем мы рассчитывали. И встал вопрос, сможем ли мы закончить игру в том виде, в котором изначально планировали, потому что всегда это для меня, по крайней мере, это была история не про деньги, не про то, как заработать, потому что я только ушел от этого, я сделал эти кучи матч-3 и хотел сделать именно что-то другое, что-то, что важно для меня. И мы наняли кучу людей. И оказалось, что я заканчил примерно вот так. То есть мы наняли двух художников, мы наняли двух программистов, мы наняли продюсера для того, чтобы успеть уложиться с игрой именно в те сроки. И оказалось, что я как аниматор больше не могу анимировать, я не могу быть художником, я не могу ничего рисовать, я должен подготавливать бумаги для людей, которые должны это делать за меня. И это не очень мне понравилось. Наверное, издатель предложил нам собственно помощь, почему мы решили нанять людей. Они сказали, если вы чувствуете себя комфортно, если вы полностью уверены, что вы можете закончить игру в том виде, в котором вы хотите ее закончить, вы, естественно, можете попытаться это сделать вдвоем. Если вы думаете, что, возможно, сроки слишком узкие, мы вам поможем без проблем. Мы поможем с наймом сотрудников, мы поможем с собеседованиями, мы поможем с деньгами. Естественно, бюджет вырастет очень сильно. Но мы думаем, что, возможно, оно того стоит. Мы готовы рискнуть. Естественно, мы не были уверены, что мы закончим игру в том виде, в котором хотим ее закончить. Но я никогда не работал с людьми, я никогда не был менеджером, никогда не хотел им быть. Оказалось, что это решение было довольно спорным. Мы наняли людей буквально за неделю, может быть, или за две, и с ними нужно как-то работать. А люди еще и не русскоговорящие, я не очень хорошо говорю по-английски, потому что издатель искал профессионалов, которые будут знакомы им, с которыми они работали, которые доказали, что они могут делать качественный контент. И, естественно, это стоит много. И, естественно, это, скорее всего, англоговорящие люди. У нас появился канал в Slack, в котором мы общались ежедневно, у нас появились ежедневные созвоны с продюсером, созвоны с командой, обсуждение этого всего. А когда делать игру? Я потратил буквально две или три недели на то, чтобы вывести все из своей головы, весь план, который у меня там был. У меня, естественно, были какие-то записки, у меня там куча блокнотов исписана всем, но тяжело это сделать удобочитаемым, тяжело это сделать подходящим для людей, чтобы придать этому форму какой-то задачи конкретной, а не просто набору идей. То есть я у себя в голове очень четко представлял, каким должен быть проект. Но остальные-то этого не знают. Очень много времени ушло на бумажную работу. И на проекте было два аниматора. Один аниматор, я просто в восторге от его работы. Второй аниматор был чуть-чуть похуже. Но даже тот первый аниматор, который был замечательным, и я просто влюбился в каждую его работу, даже за ним мне приходилось переделывать очень-очень много вещей. Потому что тяжело объяснить человеку, как конкретно должно что-то быть вставлено в игру, когда ты начинаешь проверять задачу, которую ты ему дал. На первый взгляд кажется, что все в порядке, но когда ты начинаешь вставлять ассеты, собственно, в игру, настраивать, оказывается, что какой-то анимации не достает, в какой-то анимации немного не так выглядит образ персонажа, в какой-то анимации у него есть шапка, в другой нет, и тебе нужно состыковать это. Это очень много переделок. С аниматором, который был чуть-чуть похуже, проблем было гораздо больше. До сих пор, когда я нахожу ее работы в проекте игры, я начинаю кричать. Мы доделали игру. Вопреки всему и несмотря ни на что. Мы потратили очень много времени на переделки, на менеджмент. В конечном счете, я думаю, что если бы мы не стали нанимать команду, мы бы, во-первых, естественно, не потратили бы столько денег. А во-вторых, мы бы сделали столько же контента, скорее всего. Потому что производительность даже профессионалов, если вы только начали с ними работать, какое-то время будет оставаться очень низкой. Если вы долгое время работаете с человеком, потом он начнет выдавать контент лучше и лучше. Если вы проработаете год вместе, то да, тогда он может полностью работать как независимый член команды. У нас было очень мало времени. Мы проработали с командой, наверное, около трех месяцев. То есть все равно это были притирки, все равно это были переделки. Прямо перед релизом мы не знали, когда у нас будет дата релиза. И никто не знал, и издатель не знал. Я не уверен, что Apple знал, когда будет дата релиза. Мы были в первой волне, но мы не знали, как будут запускаться игры. То есть я лично думал, что это будет просто большая пачка, которую они сразу закинут. и, собственно, все. Но оказалось, что это совсем не так. И когда я не увидел своей игры на релизе Apple Arcade, было страшно. Мы не знали, что это. Может быть, они разорвали с нами контракт. Может быть, мы сделали что-то не так. Может быть, мы не прошли QA. То есть мы видим, когда игра протестировалась, когда игра готова к релизу. Но кто его знает? Может быть, это не совсем актуальная информация. То есть было действительно страшно. Примерно две недели я просыпался по ночам каждые два часа и проверял, не вышла ли игра, собственно, в аркейд. И в один из дней я ее нашел там. Каким-то образом QA, два QA, наша QA и Apple QA пропустила один небольшой баг. Мы много потратили на то, чтобы оттестировать игру. Много уделяли внимание багфиксам. Естественно, никогда недостаточно времени на это все. И практически у любой игры будут баги на старте. Вопрос только в размере этих багов. Насколько они страшные. И вот мы запустили игру. Я иду по улице с Андреем. И смотрю, начали появляться первые комментарии. Не в аркейде, а просто в нашей группе. Среди людей, которые потестировали игру. Один человек пишет, не могу нажать новую игру. Думаю, ладно, окей. Дальше спросил там, как, что. Он говорит, ну вот не нажимается, тач не работает. Второй человек пишет, не могу начать новую игру. Меня начинает трусить натурально. Мы запустили игру, игроки не могут ее начать. Я впадаю в панику. Оказалось, что на айфонах 7 и ниже канвас в игре немного смещен из-за размеров и пропорций экрана. И кнопка просто находится новой игры за канвасом. А айфон 7 и ниже – это очень популярные устройства. У меня нет цифр, но я думаю, что это может быть вплоть до половины всех Apple-устройств. Игра не работает на половине девайсов. Это очень страшно. Мы потратили на игру 3 года, возможно, больше. Я уделил этому очень много времени. Я много страдал, много мучился. Много страдала моя семья из-за того, что я страдаю и мучаюсь и не могу с ними никуда пойти. Это игра про семью. Но семья страдает в первую очередь, когда ты занимаешься разработкой и слишком усердно, усерднее, чем хотелось бы. Нам повезло. Процесс заливки новых билдов – это достаточно долгое дело. Это не как в Стиме, где ты можешь просто очень быстро сделать билд и запустить его. Билд должен пройти сертификацию, билд должен пройти QA и какие-то предварительные проверки. Это долго. Тем временем наш рейтинг летит на дно. То есть я на момент старта, мне кажется, был рейтинг около 3-4 и продолжал падать очень стремительно. Примерно половина отзывов были с одной звездой из-за неработающего тач-контрола. Забавно, что к iOS новой версии можно подключить геймпад и на геймпаде можно было запустить игру. Люди подключали геймпад, запускали новую игру, отключали геймпад и продолжали играть. Что еще интереснее, некоторые люди ставили 5 звезд и писали комментарии, я не могу начать игру. Это было очень приятно. Я ожидал абсолютно противоположной реакции, особенно от русскоязычного комьюнити. Это действительно было мило. Мы починили новую игру, мы починили кучу багов, мы тщательно мониторим весь фидбэк, который игроки нам пишут и в группе, ну, наверное, как и все разработчики, господи, что про это говорить. В игре оказалось много мелких проблем с дизайном, много мелких проблем с пазлами, но это мелкие вещи, которые быстро чинятся. Другой вопрос, что где найти кучу времени на это все. Рейтинг игры начал расти. Сейчас рейтинг у игры 4,5 продолжает расти. И в конечном счете это стоило того, потому что вот этот фидбэк, я не выбирал его специально, я просто набрал рандомные отзывы из последних. Когда мне становится очень грустно, я захожу в отзывы Apple и вижу, что мы делали это все не зря, что оно того стоило. Нам еще предстоит очень много работы. Мы не зарелизили PC, не зарелизили Switch, но мы сделаем это, мы работаем над игрой. Игра все так же важна для нас. Просто мы уже не очень сильно торопимся, потому что в какой-то момент разработки я понял, что семья — это важно, что не только в игре это должно быть важно, что мое послание, которое я хочу донести до людей, я сам ему не следую. И все, что я сейчас хочу, помимо того, чтобы работать над игрой, просто иметь время, чтобы иногда со своей дочкой сходить в парк. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!